Уважаемые старшие буддийские братья и все собравшиеся здесь буддийские братья и сестры я буддийский монах и для меня это волнующее и счастливое мгновение как обычно человеку который выступает последним уже и говорить то не о чем все что стоило сказать уже сказали главным обязательством своей жизни я считаю продвижение общечеловеческих ценностей конечно я буддист но на более глубоком уровне я просто человек сегодня население земли составляет 7 миллиардов и я один из них люди общественные животные и будущее каждого отдельного человека полностью зависит от всего остального человечества поэтому в моих собственных интересах проявлять искреннюю заботу о благополучии остальных на базовом уровне все мы равны мой личный опыт убеждает меня в том что каждый из 7 миллиардов хочет прожить счастливую жизнь и никто не желает страданий и у каждого есть полное право на достижение этой цели и здесь совсем не важно принадлежит ли человек к той или иной религии или же он неверующий каково его социальное положение беден он или богат образован или неграмотен мы все от членов королевской семьи до нищих попрошаек на улицах одинаковые люди на этом уровне мы равны мы все обладаем равными правами мне кажется многие проблемы человечества возникают из-за чрезмерного внимания которое мы уделяем второстепенным различия между нами если мы осознаем что по сути своей мы все одинаковые люди братья и сестры не будет оснований для раздоров для обмана для того чтобы смотреть на других свысока ведь мы все равны вот почему так необходимо ясно увидеть что мы все одинаковые люди счастливое будущее человечество отвечает интересам каждого и ответственность за это тоже лежит на каждом мы буддисты нас в мире около миллиарда мы должны помнить что наша задача служение всему человечеству будда шаги муни стремился обрести пробуждение чтобы помочь всем живым существам свою жизнь все дарованные и мучения он посвящал всем живым существам не только буддистам оглядываясь назад на 20 столетие которые я считаю очень важным во всей истории человечества ведь благодаря развитию науки в нашей жизни появилось много полезного но в то же самое время мы видим что 20 век стал эпохой кровопролития насилия прикрываемого подчас именем той или иной религии войны размежевание сделали 20 век столетиям беспримерного насилия и кровопролития согласно данным некоторых историков прошлом веке около 200 миллионов человек погибли насильственной смерти если бы эти колоссальные страдания послужили благим целям принесли мир и счастье людям такие чудовищные страдания хоть как-то можно было бы оправдать но ведь это не так даже на заре 21 века то здесь то там разгораются нездоровые опасные конфликты я вижу в этом следствие пренебрежение ошибками прошлого технологии развиваются гигантскими шагами но зачастую они лишь усиливают разрушительную мощь человечества наука и технологии сами по себе заслуживают восхищения но будут они использованы во благо или во вред в конечном итоге зависит от происходящего в уме человека только люди могут решить как применить научные знания и технологии если мы полагаем что сделать наш мир лучше можно только с опорой на деньги науку или современные технологии то это большая ошибка если мы и правда хотим сделать мир лучше счастливее то должны сначала обрести мир в собственном сердце мир также не построить и с опорой только на разум или образование многие из тех кто создает другим проблемы зачастую крайне умны но если человеком движет гнев страх ненависть подозрительность его действия навлекут много бед таким образом чтобы сделать 21 столетия мирным мы должны в первую очередь всерьез задуматься об обретении мира в душе мир на земле невозможно построить с помощью декларации заявлений и призывов мир на земле станет следствием мира в сердце каждого из нас это единственный путь чтобы сделать мир счастливее в конечном итоге нужно посмотреть на мотивацию каждого отдельного человека международной организации а он не обеспечит мира во всем мире мир на земле рождается из мира в душе каждого человека отдельные люди составляют сообщества общество из этого общества выходят и наши руководители если общество не слишком волнует нравственные ценности этика если общество интересуется исключительно деньгами властью то каждый член этого общества автоматически будет придавать значение только деньгам и власти мы не можем винить этих людей на них влияет мышление всего нашего общества мне кажется многие люди только прикрываются словами бог или будда но в повседневной жизни ими полностью пренебрегают мы буддисты возносим молитвы будди буддам сварнам гачами но в реальной повседневной жизни о нем забываем нас волнует только деньги власть слава мыслим ли это по моему мнению мы люди верующие подчас тоже владеваем наукой лицемерия молимся за всех живых существ но на деле не заботимся о правах других используем их в своих интересах многие верующие других традиций возносят молитву богу называют бога творцом но при этом мы его творение не считаемся с волей своего творца пренебрегаем его учениями я часто говорю своим индийским друзьям что индийцы в сравнительном отношении более религиозны нежели жители других стран они молятся шивиджи ганеша у него в основном просят богатство индийцы выполняют множество ритуалов в каждом доме есть статуэтки божеств но в их повседневной жизни процветает коррупция как такое возможно ни один бог ни один будда не поддерживал коррупцию мы обязаны быть честными справедливыми ни один великий учитель человечества не говорил эксплуатируйте других в свое удовольствие я вас на это благословляю ни один бог не учил такому поэтому если мы верим в существование высших существ Будду Иисуса Христа Мухаммеда и других то должны быть людьми честными правдивыми мы обретаем уверенность в собственных силах когда нам нечего скрывать когда мы открыто можем высказывать свои мысли если вы открыты другие начинают доверять вам поэтому даже с эгоистической точки зрения честность и правдивость очень важны источники внутренней силы уверенности в себе есть люди которые умеют говорить красивые слова улыбаются вам но вдруг вы понимаете что они скрывают свою истинную мотивацию сможете ли вы доверять им или уважать таких людей я сам буддист и обращаюсь к вам мои буддийские братья и сестры буддийское учение возникло свыше двух тысяч лет тому назад но оно все так же актуально и для современного мира ряд известных западных ученых живо интересуется буддийскими знаниями методами позволяющими справляться с разрушительными эмоциями учение будды превосходно однако есть признаки того что наши ламы тулку учителя растеряли свои достоинства меня это очень беспокоит если вам самим в жизни недостает дисциплины чему вы научите других чтобы показывать другим верный путь нужно самому следовать этому пути обо всем хорошим уже сказали и мне остается говорить только о плохом мы должны подходить к этому очень серьезно я буддийский монах поэтому всегда слежу за собой каждый день проснувшись утром я вспоминаю Будду читаю строфы из его учения чтобы подготовить свой ум к новому дню и прожить его в согласии с буддийскими принципами честности правдивости сострадания миролюбия и ненасилия я надеюсь мои буддийские братья и сестры что говоря о буддизме о буддии и дхарме о продвижении и распространении буддийского учения вы в первую очередь будете продвигать ее в собственном сердце это бесконечно важно конечно все основные религиозные традиции мира как я упомянул в своем докладе в равной мере способны помочь человеку обрести мир в душе и тем самым способствовать улучшению мира в котором мы живем однако у буддизма джайнизма и одного из направлений школы санки есть уникальнейшая черта они делают упор на ответственности самого человека они проповедуют что в конечном итоге человек сам является творцом своей судьбы мы верим в закон причинно-следственной связи если вы совершаете благие действия то пожнете добрые плоды если вы действуете во вред другим последствия будут пагубными закон причинно-следственной связи учит что если вы совершаете неблагие деяния будда вас не спасет будда говорил я указываю вам путь к нирване но дойдете ли вы до этой цели или нет полностью зависит от вас я не смогу привести вас туда силой своего благословения будда никогда не обещал нам подобного вы сами хозяева своей судьбы такой подход представляется мне очень полезным все зависит от ваших собственных действий будут ли эти действия положительными или отрицательными целиком зависит от мотивации учение будды может в значительной степени помочь нам в обретении душевного покоя на нашей вчерашней встрече с лидерами из Бирмы Лаоса и других стран я упомянул что в прошлом из-за различий в названиях хинаяны махаяны и тантраяны у людей создавалось впечатление что эти три яны не имеют друг к другу отношения и существуют отдельно это огромная ошибка сегодня утром я вкратце уже говорил что традиция тхеравады палийский канон служит краеугольным камнем учения Будды так же как и практика винае это основа буддийской дхармы даже сам Будда согласно его жизнеописанию обрил волосы принял монашество и выполнял практики шилы нравственности затем он провел шесть лет в медитациях практикуя шамадху и випашьяну и благодаря этому в конечном итоге обрел пробуждение и так он практиковал три высшие тренировки шилу, шамадху и праджню или випашьяну мы его последователи должны следовать тем же путем не практикуя самодисциплину не практикуя винаю как сможем мы развивать шамадху и випашьяну это очень непросто таким образом палийский канон лежит в самом основании буддийской дхармы затем следуют практики описанные в сутрах пражня парамиты в санскритском каноне особый упор делается на дукха ниродха третьей благородной истине даются дальнейшие объяснения тому что такое прекращение страданий будда показал что у нас есть возможность искоренить неведение полное устранение неведения из нашего ума и есть ниродха мокша таким образом были даны более обширные полное объяснение на эту тему а также был подробнее изложен путь марга опираясь на палийский канон санскритская традиция полнее раскрывает учение представьте себе учение в форме дома фундамент это палийский канон монашество практики самодисциплины шила следующий этаж сутры пражня парамиты а также абхидхарма где тоже упоминается развитие мудрости кроме того шесть парамит десять парамит а верхний этаж тантра яна визуализации божеств опирающиеся на практике випашьины шамадхи и бодхичитты таким образом эти учения подобны фундаменту первому и второму этажам без фундамента дом не устоит вы мои буддийские братья и сестры должны это понимать конечно у меня нет решающего голоса и я сам считаю себя учеником когда бы не выпадала мне свободная минута я отдаю ее учебе с головой погружаюсь в книги но если говорить о тибетском буддизме то у нас есть 300 томов сочинений переведенных с индийских языков пали санскрита кое-что с непальского и когда выдается свободное время я читаю обдумываю изучаю эти 300 томов конечно мои познания если сравнивать меня с людьми ни разу не раскрывшими этих томов чуть-чуть получше изучая эти сочинения я пришел к твердой убежденности в том что практика трех тренировок жизненно необходима но самое главное буддисты тхеравады махаяны и тантраяны должны быть истинными последователями Будды это крайне важно однако чтобы стать последователем Будды мало просто сменить одежду монашеские одеяния можно надеть даже на куклу в кукольном театре но мы же не станем от этого считать ее буддийским монахом по одежде не определить хороший ли перед вами монах пхикшу сменить платье очень просто но нужно еще преобразовать свое сердце чтобы стать настоящим последователем Будды буддийским монахом необходимо серьезно упражняться в самодисциплине некоторым может показаться что хотя сам Будда усердно и тяжело трудился мы можем жить в роскоши и все равно прийти к пробуждению но как такое возможно раз мы буддисты мы должны следовать пути указанному Буддой Будда шесть лет практиковал аскезу мы должны последовать его примеру вчера я упоминал что в прошлом говоря откровенно палийские и санскритские каноны отгораживались друг от друга стеной эта стена никому не приносит пользы нам нужно встречаться и обмениваться знаниями мы многое можем почерпнуть из вашей традиции из ваших правил против мокши а вы обогатите себя изучением санскритских правил против мокши нам нужны встречи на регулярной основе но не пустые церемонии а серьезные обсуждения вот что существенно теперь что касается пхикшуни всю сознательную жизнь и наверное даже во сне вы твердите пхикшуни пхикшуни как вы знаете я с самого начала всецело поддерживал возрождение полного посвящения для монахин в традиции муласарвастивады но мы обязаны считаться с правилами и процедурами установленными в текстах по винае если бы я присвоил себе особые полномочия и повел себя как диктатор тогда сказал бы мы возрождаем полное посвящение для монахин но я не могу себе этого позволить мы должны следовать текстам по винае сочинением муласарвастивады хармагупты тхеравады это важный вопрос который требует серьезного обсуждения принять единоличные решения по возрождению полных обетов для женщин я не могу но я сделал то что зависело от меня программа обучения во всех женских монастырях в тибетских поселениях теперь полностью соответствует той что принято в главных мужских монастырях университетов сегодня уже появились монахини готовы получить степень гешема замечательные ученые и философы мы время от времени возвращаемся к вопросу Абхикшуни сегодня я вам показывал письмо лаосских лидеров бирманских духовных лидеров мы собираемся продолжить обсуждение этого вопроса уверен в конце концов мы придем к какому-то соглашению на этом все спасибо спасибо